МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Цивильске ввели в эксплуатацию вторую очередь защитных сооружений. 20 лет на службе у горожан. Чебоксарские депутаты отметили день рождения городского собрания. Два в одном. В Министерстве образования Республики обсудили, как еще можно усовершенствовать транспортную карту. Паводки и наводнения Цивильску больше не страшны. Здесь дали в эксплуатацию вторую очередь защитных сооружений. Не только старожилы и не только Цивильска знают, что такое паводок. Года не проходило, чтобы наша съемочная группа вместе с комиссией по чрезвычайным ситуациям не выезжала на место стихийного бедствия. Ущерб от вешних вод был весьма ощутимым. Теперь половодья обуздали. Построены две защитные дамбы, три шлюза-регулятора для пропуска талых вод, три передвижные насосные станции перекачки талых вод с защищаемых территорий в период весеннего половодья. В сети электроснабжения. Подрядчик полностью завершил все строительные работы. По финансовой части, если взять, это огромные средства, почти 250-205 миллионов рублей. В том числе федеральный центр нам выделил 171 миллионов рублей. Поэтому органы власти решили, выделяя 205 миллионов рублей, сделать хорошее инженерное защитное сооружение. Я полагаю, что настроение у этих людей, социальное самоочиствие у этих людей, у этих жителей, у этих верующих граждан Российской Федерации будет, конечно, совсем другое. Вторая очередь защитных сооружений позволит полностью защитить население города Цивильска и деревню Три Избы от затопления в период паводка. Площадь защищаемой территории в результате реализации проекта составила 203 гектара. Напряжение, изменение жизненного уклада, бытовые трудности, связанные с половодьем, останутся теперь только в воспоминаниях местных жителей. Мы ждали, когда там бы построят. Когда еще я сама в интернате здесь училась, вместо монастыря, в свое время у нас был монастырь. Вначале вот по Рецкому я училась, после, значит, нас сюда перевели, школьников. Вода поднималась, и мы очень радовались, в этих сапогах своих резиновых ходили, ждали, когда вода поднимется. Нам, конечно, тогда очень хотелось, чтобы заливало здесь все. А со временем нам уже это не хотелось. А здесь улиц, около монастыря, всегда заливали. За монастырем люди на лодках катались, перебирались в город. Вот это нам, конечно, тоже интересно было смотреть, как они перебираются. Но мы далеко жили от монастыря. Нам было интересно смотреть. А им-то не совсем. А сейчас? Сейчас мы очень-очень рады. Большое спасибо за Тамбу. Тамба придаст городу цивильскую инвестиционную привлекательность и позволит развиваться дальше. С конца декабря жители Чувашии будут получать две платежки. Одну за услуги ЖКХ, другую за капремонт. До 22 декабря этого года собственники жилья должны определиться, где копить средства. Большая часть жильцов доверила деньги региональному оператору. Они будут уходить в так называемый общий котел. Но есть и те, кто до сих пор не определился. Какие изменения появились при формировании фонда капитального ремонта, узнавали мои коллеги. Более 500 многоквартирных домов Чувашии включены в республиканскую программу капитального ремонта в этом году. У собственников жилья было 6 месяцев на то, чтобы определиться, на каком счете они будут накапливать необходимые средства. 307 домов выбрали регионального оператора. Остальные сформировали в специальные счета. Размер взноса за капитальный ремонт одного квадратного метра на 2014 год 5 рублей 20 копеек. Со следующего года, с 2015 года 5 рублей 50 копеек. Ну и конечно же у нас бюджет принимается на 3 года, на последующий год 5 рублей 80 копеек. Это минимальный размер взноса, то есть собственники могут принять решение об увеличении минимального взноса капремонта, но меньше этого размера они пересмотреть не могут своим протокольным решением. Попечительский совет фонда рекомендует определиться с выбором до 22 декабря. Иван Моторин отметил, что поправки в платежную систему капитального ремонта еще будут вноситься. До мая 2014 программа будет работать в тестовом режиме. Мое восприятие дело новое. В принципе, мне кажется, промежуточно на работу где-то до полугода это как бы логично. Посмотреть, как вообще поступления будут, какие проблемы будут там и так далее. Посмотреть, проанализировать, какие проценты банки дают. Для того, чтобы накапливаемые деньги не обесценились, планируется прибегнуть к помощи кредитных организаций. Их сейчас отбирают по конкурсу. Необходимо напомнить, в программе капремонта участвуют все многоквартирные дома, независимо от года постройки. Исключение – ветхое и аварийное жилье. На него программа не распространяется. Дарина Игнатьева, Регина Кубакина, Андрей Спиридонов, Республика. После переломного 1993 года принятия новой конституции и реформы системы местного самоуправления, в 1994 году россияне выбирали новые представительные органы местного самоуправления. В одних городах они получают название городских дум, в других – городских советов, ну а в Чебоксарах – городского собрания. И сегодня ему исполнилось 20 лет. Те, кто стоял у истоков и те, кто сейчас продолжает их дело, собрались в театре, опера и балета. 20 лет, 5 созывов, 150 депутатов и несчетное количество важных решений, которые изменили жизнь города. Депутатам первых созывов, чья работа пришлась на середину 90-х, пришлось нелегко. Созыв, который работал вместе со мной, первый и второй, застали так называемые понятия «лихие 90-е годы». Понятия детские пособия, бартер, то есть живых денег, как таковых дел. Но решать вопросы надо. Есть понятие столицы Чувашской республики. Мы не просто заседали, мы искали то искомое, которое позволяло решать именно проблемы, которые возникли перед гором именно в этот период. Мы сумели впервые составить программу переселения из аварийных жилых домов в городе. Мы сумели присоединить к городу Заволжье. За 20 лет сделано многое. Столица изменила свое лицо, расширила территориальные границы, вступили в действие новые законодательные инициативы. И сегодня депутаты вновь думают о будущем. Вы знаете, есть закон повышенного спроса, и каждому этапу развития всегда хочется что-то больше, больше, больше сделать. Сегодня мы удачно решаем по строительству детских доскольных учреждений. Вот вчера, сегодня открытие одного из садиков. Город развивается, расширяется. Нужны не только садики, но и в перспективе, наверное, школы. Сегодня праздник, но уже завтра депутатский корпус вновь займется решением городских задач. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Сегодня День Героев Отечества. До революции 9 декабря чествовали кавалеров Ордена Святого Георгия и Славы. С 2007 года праздник вновь вернули в российский календарь, но уже большей частью для Героев СССР или Героев России. Это звание – отдельный вид государственных наград наряду с орденами, медалями, почетными знаками и стоит на первом месте в их иерархии. Среди обладателей этого высокого звания немало жителей Чувашии. Только в годы Великой Отечественной войны нашу республику прославили более 40 солдат и офицеров. Некоторые из них награждены золотой звездой Героя дважды. В послевоенные годы список славных имен пополнили космонавты Андриан Николаев и Николай Бударин, летчик Николай Гаврилов. И еще одна знаменательная дата международного уровня. Сегодня отмечают день борьбы с коррупцией. Чтобы привлечь внимание горожан к этой проблеме, в транспортной полиции Чувашии провели профилактическую акцию. О том, к чему может привести дача взятки должностному лицу, полицейские рассказывали горожанам на железнодорожном вокзале. Сотрудники линейного отдела и представители общественного совета МВД раздавали чебоксарцам вот такие памятки. В них подробно написано, что необходимо делать и куда обращаться с жертвам, а также свидетелям преступлений. С начала этого года транспортной полиции Чувашии было пресечено 14 фактов взяточничества. Чаще всего деньги предлагают полицейским под предлогом вознаграждения за несоставление протокола. У работников транспорта может быть то же самое взаимоотношение между работниками, скажем, проводник и начальник проезда. Взаимоотношениях тоже может быть где-то кто-то нарушил, а второй решит воспользоваться этим целью наживы. Должна быть обратная связь населения от общественности, проходить органы, как воспринимает и что хочет население нашего государства от деятельности полиции, в том числе и по борьбе с коррупцией. Цель акции – довести до граждан информацию о повседневной деятельности транспортной полиции и довести информацию о правилах поведения граждан при проявлении в отношении некоррупционных действий. Мероприятия проводятся на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Сотрудники транспортной полиции встречались не только с пассажирами, но и с проводниками поездов, работниками вокзалов. Подобные акции ведомство проводит каждый год и они приносят ощутимый эффект. В Центре ортопедии травматологии эндопротезирования поставили на поток операции на позвоночнике с использованием уникального оборудования. Зачастую пациенты не соглашаются на вмешательство, опасаясь, что после этого могут возникнуть осложнения. Проще говоря, паралич. Как удалось ввести риск к нулю, специалисты Центра разъясняли журналистам. Прибор, с помощью которого хирурги и нейрофизиологи могут контролировать реакцию нервных окончаний во время операции на позвоночнике, просто как все гениальное. Коррекция патологии выполняется различными методами, но во всех случаях оказывается затронут спинной мозг, требующий особо осторожного обращения. Спинной мозг питается тремя сосудами, которые очень тоненькие, очень маленькие. И во время каких-то определенных манипуляций по коррекции деформации, по коррекции травмы позвоночника, эти сосуды могут не повреждаться, а просто они могут спазмироваться, так скажем, сужаться. И питание спинного мозга нарушается, что ведет к неврологическим нарушениям. Эта система нам позволяет вовремя выявить данную ситуацию и какими-то определенными действиями со стороны хирурга, со стороны анестезиолога предотвратить возможные неврологические осложнения. Электроды, подключенные к пациенту, выводят сигнал на монитор. Таким образом, нейрофизиолог может непрерывно контролировать функционирование всех систем. Это особенно важно при малоинвазивных операциях, когда коррекция выполняется через несколько проколов. Кроме того, нейромониторинг эффективен в случае некоторых травм позвоночника, при условии, что спиной мозг поврежден нефатально. При ряде травм, когда есть неврология, но она не грубая неврология, то есть есть определенная неврология, когда есть стеноз позвоночника, то есть позвоночник очень узкий за счет костных отломков, конечно, у нас позволяет и оборудование, и возможности центра позволяют сделать и декомпрессию, и воссоздать опорные колонны позвоночника и, опять же, исключить неврологию. То есть, если это будет сделано быстро, в правильные сроки и адекватно, то мы можем, конечно, избежать неврологии, хотя она уже изначально появилась. С мая прошлого года, когда в центре опробовали новую технологию, прооперировано уже более 150 пациентов с деформацией позвоночника. Осложнений со стороны нервной системы после вмешательства не было. В республике насчитывается более 1200 крестьянских хозяйств. Чуварские аграрии уже третий год участвуют в программе поддержки начинающих фермеров. Ее объем уже приблизился к 160 миллионам рублей. Сегодня представители таких хозяйств собрались подвести итоги работы, рассказать о результатах и возникающих трудностях. Чувашия отмечена в числе лучших регионов России, где своевременно осваиваются средства программы поддержки начинающих фермеров, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. Все начинается в первую очередь с желания заниматься разведением животных. Далее уже составляются бизнес-план, собираются необходимые документы и подаются в администрацию сельского поселения. Их рассматривает специальная комиссия, и если результат окажется положительным, будьте добры усердно трудиться. И не только для получения прибыли, но и для благоустройства места обитания животных, своевременной оплаты налогов, оформления отчетов. В 2007 году наш семейный совет решил заняться животноводством. И с того момента мы начали заниматься молочным животноводством. Мы начали с трех коров. В этом году мы решили участвовать и подали заявку на грант по программе развития семейно-животноводческой фермы. И мы выиграли этот грант. На данный момент мы уже построили ферму на 100 голов. Мы их уже заселили, потому что на данный момент у нас поголовье достигло до 60 голов. Старая помещает только 40. И в данный момент у нас идет работа по закупке молодняка. После получения гранта фермеры обязаны в течение пяти лет заниматься хозяйством и отчитываться перед профильным министерством. Тем, кто еще не успел сдать отчеты в этом году, нужно поторопиться. Крайний срок – январь 2015 года. Те же, кто уже попробовал себя в сельскохозяйственном бизнесе, делятся впечатлениями и вносят предложения. Нам бы хотелось вот такие льготные кредиты беспроцентные, малопроцентные. Тогда можно было бы развиваться. Если нашу продукцию будут государство покупать и куда-то реализовывать по какой-то цене определенной, мы бы могли свои планы уже на годы вперед уже планировать. Вот в этом и кредиты. Остальное мы справились бы. К сожалению, находятся и недобросовестные фермеры, которые, получив грант, тратят деньги не по назначению. Но с них спрос строгий, подчеркнул министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Как минимум, несостоявшемуся фермеру придется вернуть деньги государству. При необходимости могут привлечь и правоохранительные органы. Для начинающих фермеров и для тех, кто еще сомневается, стоит ли браться за собственное дело, специалисты Министерства сельского хозяйства проводят мастер-классы с выездом в районы. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Безналичная оплата проезда на городском транспорте уже давно никого не удивляет. Пассажиры активно пользуются транспортными картами. Но вне зоны внимания остается учащаяся молодежь. И сегодня об этом говорили в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии. Преимущества таких карт, как говорится, налицо. В отличие от бумажного проездного, ее не надо покупать каждый месяц. Достаточно пополнять счет при необходимости. Обслуживание бесплатно. При потере карту можно восстановить. При этом неизрасходованный остаток средств перейдет на новую. В течение будущего года операторы планируют увеличить количество терминалов по обслуживанию карт. Наша совместная задача – исключить наличный оборот в данном сегменте, в данной отрасли. И постараться перевести на безналичную оплату услуг за проезд. Серьезные проблемы операторы считают неумение людей пользоваться терминалами. Хотелось бы отметить, что некие проблемы связаны только с автоматическим пополнением на терминалах. Можно их разделить на три вида. Первая проблема – это то, что пользователи слишком быстро убирают карту со считывающего устройства, не дожидаясь окончания операции. Многие люди ложат деньги, думают, наверное, что достаточно, не дожидаются выхода чека, на котором сообщается, что процедура прошла успешно. Забирают карту. Потом к нам приходят и говорят, что деньги не поступили. Соответственно, это мы и решаем. Вторая же проблема – то, что ложат некорректную сумму. Сейчас это как раз усиленно решается. То, что либо меньше ложат необходимого тарифа, либо больше. И третья проблема – то, что некоторые люди пытаются пополнить свои карты онлайн, но наша система не позволяет этого сделать. То есть люди просто берут и переводят деньги с своих карт на расчетный счет, наши единые транспортные карты, и думают, что их карта будет пополнена. Но, соответственно, этого не происходит. Система дорабатывается, и в обозримом будущем, скорее всего, появится возможность продления карты онлайн. Также на брифинге обсудили возможность объединения транспортной карты с картой школьного питания. Представители Министерства образования обещали вернуться к этому вопросу. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Страшное для многих слово «пожар» здесь не вызывает ужаса. И это неудивительно. Ведь более 130 человек связали свою судьбу с пожарной охраной. Село Шаркистры, что в Урмарском районе, стало поистине настоящей кузницей кадров для пожарной охраны республики. Кстати, совсем недавно пожарному посту села Урмарского района Чувашии исполнилось 85 лет. Конечно, успехи современной пожарной охраны бесспорны и неоценимы. Нельзя не отдать должное и людям, сделавшим борьбу с огнем делом своей жизни. Людям, которые каждый день проходят по кромке риска. Порой спасение только одной человеческой жизни ведет к потерям среди пожарных. Отвагу проявляют не только огнеборцы, но и обычные жители. Многие из них посвятили свою жизнь этой серьезной профессии. Мне очень радуется, что эти люди есть. Мне очень важно понимать, что в том числе защита нашего населения зависит от вашей работы. Потому что понятно, что есть профессионалы, которые приедут и потушат. Есть профессионалы, которые до этого придут, понадзирают и проверят нарушение правил пожарной безопасности. Но есть люди, которые, зная нормы, соблюдая эти нормы, сами соблюдают эти нормы. Ну и, конечно же, наносят информацию до своих родных и близких, до окружения. Тем самым создавая вокруг себя определенную безопасную ауру. Ну и тем самым, наверное, увеличает нам работу. Может быть, даже оставляет нас без работы. И это очень радостно. У пожарных есть добровольные помощники. В Чувашии их более пяти с половиной тысяч людей. На торжественном собрании в селе Шаркистры Урмарского района им вручили награды различного уровня. В рядах добровольцев есть и наши коллеги. Это сотрудник национальной телерадиокомпании Чувашии Родион Архипов. А в этом году к нему присоединился и Дмитрий Ковалев. Они также получили благодарственные письма. Глядя на этих людей, понимают, что можно спать спокойно, а не примчаться на помощь по первому зову. Юлия Важенина, Республика. Такими были новости этого дня глазами корреспондентов национального телевидения Чувашия. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин